Друзья мои, приветствую! Я хочу сейчас записать небольшое видео, коротенькое. Если будут ещё дополнительные вопросы какие-то, которые меня заинтересуют, я отвечу. В общем, сегодня у меня вышла очередная серия моего мини-сериальчика, шестая серия, о том, как я провожу разборы. Разборы платные, закрытая эта информация. И я какие-то кусочки интересные записываю из этих разборов, и последовательно всё, там, один мужчина никак не может понять, да, почему у него очень часто разрушаются какие-то крупные сделки, которые вот уже всё, уже все участники сторон готовы пройти на сделку. Сделки они все многомиллионные, миллиардные, и постоянно какая-то фигня происходит. То они откладываются, то разрушаются, есть, понятно, положительные сделки, вот, но много и тех, которые не срастаются. И он всё никак не может понять, и мы каждый день это трансформируем. В общем, завтра последнюю серию я седьмую загружу. Больше я записывать не буду наши разговоры, потому что дальше мы уже переходим в практической части по трансформации шаблонов мышления. И в каждой серии, в принципе, мы разбираем одно и то же. Я начинаю с того, что когда мы открываем урок, я ему задаю, ну что, как ты переспал со знаниями с прошлой встречи, какие у тебя инсайты, может быть, новые открылись, что там себе надумал, и он начинает мне объяснять. Да, инсайтов много, я столько всего понял, и я хочу подытожить, что если я начну менять своё внутреннее состояние, тогда я смогу поменять и внешнее. Я ему говорю, нет, опять-то я ничего не понял. Твоё ключевое — это то, что ты пытаешься менять внешний мир, и тебе наплевать на внутренний. И с внутренним ты хочешь разбираться только благодаря, из-за того, чтобы исправить внешний. Я говорю, это самая главная ошибка. Когда ты перестанешь внешнее пытаться менять, вот тогда ты его и поменяешь, а не тогда, когда ты хочешь его менять. Наоборот, надо от внешней цели этих отстать и меняться внутренне не для того, чтобы внешнее менять. На внешнее должно стать пофиг. Вот. И каждый раз, начиная каждый урок, мы говорим о том, что ты это понял? Он да, я понял. Но в итоге я понимаю, что он не понял, и я ему объясняю заново. Причём каждый урок, объясняя ему, то же самое заново. Я выкладываю эти серии, и мне многие пишут комментарии, что я так до сих пор не понял, с удовольствием жду продолжения. Ребят, в продолжениях будет то же самое, потому что он каждый урок говорит об одном и том же. Вот. Эти серии были записаны сравнительно недавно, и к сегодняшнему дню он это уже понял, естественно. Вот. Всё там уже ему понятно. Вот. Но главное, что я ему много раз повторяла. И этот эфир я хотела записать именно для YouTube, потому что мне удобно здесь записывать. Мало ли вы там ещё какие-то вопросы зададите, чтобы в прямом эфире, а не просто сейчас в пустоту наговаривать, и я так не люблю. И я была крайне просто очень злая сегодня весь день, потому что когда вышла шестая серия, когда вышла пятая серия, четвёртая, третья, ладно, ещё первая, вторая, но когда уже посмотрели многие шестую, и мне задают один и тот же вопрос. Нелли, ну ты не объясни, а как тогда давать эти чувства себе, чтобы, ну там, ответы были такие из конца учебника, что нам нужно проживать здесь сейчас все эти чувства, все их принимать, проживать, а не гоняться путём достижения за этими чувствами. То есть мы все хотим исполнить любые свои желания ради того, чтобы почувствовать кайф, радость, счастье, любовь, удовлетворение, спокойствие, умиротворение, просто дзен. Мы любое желание с вами достигаем не ради желания, чтобы оно было, да, а чтобы какие-то чувства почувствовать. И здесь фокус-то в том, что вы сначала почувствуете чувства, а потом уже будет ваше желание, не наоборот. То есть ваша гонка, она бесполезна. Вы гоняетесь там за мнимыми вот этими желаниями, чтобы получить чувство радости, которое вы можете дать и без этого, да. И счастье нужно проживать здесь сейчас в моменте, а не потом его искать после достижения какого-то счастья, вернее, достижения желания, типа тогда вы получите счастье. Но каждый раз, достигая всё, что угодно, вы так и не чувствуете того, что вы хотите почувствовать, достигнув этого желания. То есть да, вы порадовались искусственно ненадолго, но удовлетворение так и не получили, потому что, если бы вы получили удовлетворение, вы бы уже дальше не гнались, незачем. Но у вас сразу строится большая цепочка в уме новых достижений, новых желаний, с которыми нужно гнаться, чтобы опять удовлетворить себя в каких-то чувствах. И вот вопрос постоянный сейчас, как же дать эти чувства? Ну надоело, одно и то же, из эфира в эфир. Вот возьмите любой совершенно эфир старый, там всегда есть ответы. Как? Ну мы уже говорим в одном и том же, про шаблоны мышления, как давать эти чувства. Трансформируйте шаблон мышления любого чувства, и вы дадите себе это чувство только через трансформацию. Почему? Потому что любое чувство вы поделили на хорошее и плохое. Давайте опять разделили целое на крайние способы использования. То есть хорошее использование в пользу, типа, и не в пользу. В основном мы всё используем не в пользу, потому что, либо вообще не используем, потому что мы отрицаем. Например, плохое и хорошее, оно составляет единое целое. Хорошее в плохом и плохое в хорошем. Сильный, слабый – это одно и то же. Сила в слабости или слабость в силе. Когда мы соединяем дуальные крайности противоположные и понимаем суть, что это за чувство, путём рассуждения этого шаблона, мы перестаём отрицать какую-то штуку одну с одной стороны и получаем сразу это чувство в целом. Но если вы стремитесь к уму и отрицаете, допустим, глупость, то вы к уму, чувство вот этого умности, я не знаю, вы же стремитесь быть умнее не потому что ум получить, да? Вам нужно чувствовать себя умным. Есть причины для этого. Но пока мы не примем в себе глупость, мы эту умность, чувство не можем почувствовать и дать его себе. Поэтому вам надо перестать отрицать сначала глупость, принять эту глупость, понять, что такое глупость, почему умность и глупость одно и то же, почему глупец, он очень умный, а умный может быть глупцом. Почему это так происходит? Когда вы рассуждаете шаблоны, тогда вы даёте себе чувство. Почему из одного и того же всё время переливая, и вы задаёте один и тот же вопрос, как дать чувство, как проживать радость? Так вы поймите, что радость — это составляющее, ну о том, что мы говорим про радость, любовь и счастье, составляющее одного целого из всех этих букетов чувств. Ну плюс ещё базовую радость и нерадость, грусть надо соединить во в целое. Вы бежите от грусти. Естественно, вы вторую сторону медали тоже получить не можете, если отрицаете одну, потому что для вас это плохо, нерадость — это плохо. Помимо грусти есть ещё какая-то сторона нерадости, да, их там много может быть, как у бриллианта куча граней. То есть вы сначала соедините в целое, будут вам чувства. А как вы его можете дать? Вот сейчас последний комментарий, который меня опять бесил просто, я уже не могу. Блин, ну сколько можно записывать одни и те же видео? Вот просто бесконечно один и тот же вопрос. Блин, как дать себе чувства, блин? Если мы эти чувства можем только через других получать, а вы там в последнем видео, шестом, говорите, что вам нужно отвязать привязки от тех людей, которые дают вам эти чувства, отвязать привязки от вещей, которые дают вам эти чувства, и попытаться эти чувства сначала понять в себе. Но вы должны к этому чувству, которое вы ищете, противоположность найти, да, и принять её в себе, понять, что это за целое, почему-то одно и то же. Как это использовать, где это использовать? Например, что вы хотите чувствовать там? Спокойствие. И вы отрицаете беспокойство, оно вам не нравится, вы подавляете это беспокойство, вы пытаетесь всё время успокоиться. А вам нужно принять, что беспокойство — это и есть ваше спокойствие. И что такое беспокойство? Почему это хорошо? Как это беспокойство использовать? То есть перестать подавлять беспокойство, тогда и вы и спокойствие получите, потому что это медалька с двумя сторонами противоположными, и вы не можете эту медальку иметь, это чувство в виде медальки, потому что вы какую-то сторону отрицаете. Но вы перестаньте отрицать. К чувствам можно подобраться через ум. Это самый простой способ. Возможно, есть и другие способы, но я знаю, как через ум перебраться. Вы договариваетесь своим подсознанием, сначала с умом, с сознанием, подсознанием, договариваетесь потихонечку. Это диалог со своим умом, который вы проводите. Трансформационный, он долгий. Это не сразу так, что я вам один шаблон трансформировала, вы всё поняли, у вас нейронные связи перетрансформировались. Нифига. Вы должны себе объяснить. Объяснить, полагаясь на какой-то образ, который не существует пока в вашей голове. Например, вам нужно трансформировать шаблон правильно и неправильно. То есть вы хотите, чтобы всё в жизни правильно и отрицаете неправильность. Так вам надо эту неправильность принять и понять, что это часть целого правильности, и что это одно и то же. Для этого придумываем какой-то образ, то есть трансформируем шаблон. Вы начинаете рассуждать, почему одно и то же правильно и есть неправильно, почему неправильно и есть правильно. Как это рассудить? Вы начнёте рассуждать, опираясь на старое, на старый опыт из жизненной, свой пройденный путь. Так нельзя делать, потому что в старом здании новых нет. Поэтому нам надо придумать, например, летящий утюг. Какую-то штуку, которая не существует в этом мире. Ну, вроде как летящий утюг существует, если его запульнуть, но в принципе утюги не летают. Но в моей голове они могут летать. Я могу его скинуть с балкона, с третьего этажа, и он как бы будет лететь, вроде как летит. Он не летит, крыльев нет, он падает, но всё равно, можно сказать, летит. Почему? Правильно, что утюг летит. Вот начинаем рассуждать. Это первый шаблон, который мы трансформируем на курсе трансформации шаблона. Люди пишут длинный-длинный диалог, и они начинают рассуждать, включать свою фантазию, перестроить нужно свою нейронную связь, блин, о том, что неправильно это отдельно, а правильно это отдельно. Нам надо соединить это в целое. Когда вы перестаёте отрицать всё, вы можете понять это чувство хотя бы для начала и осознать, что это такое, почему это одно и то же, и как это чувство вообще использовать, а не гнаться за тем, чтобы какую-то одну часть у этого чувства попробовать там использовать. То есть, например, правильность использования, это просто способ использования чувства, которое вы должны, блин, осознать, а вы его не знаете, потому что вы другие грани все отрицаете. Так вот, как давать себе чувства? Через шаблоны, как? Через ум подбираемся и, получается, собираем у этого чувства целостность, так как мы вообще не знаем сути ни одного чувства, мы знаем только их способы применения. Допустим, жадность, щедрость. Нам кажется, что это два чувства, но это одно чувство. Просто наш ум разделил на способы использования, которые нравятся и которые не нравятся, которые полезны и которые не полезны, которые позитивны, другие негативны. Способы использования. Но чувства есть одно. И вы все слова, если вот так вот рассудить, каждое слово является чувством, знаете суть слова, не по его сути, чем оно является, это слово, чем оно является, грубо говоря, я по-другому не скажу, вы начинаете объяснять это слово, как его использовать, то есть, а что это такое, вы хрена пишете, вот любое слово взять, вы же его писать не можете даже, так как вы это можете чувствовать, если вы даже не понимаете, что это такое, вот на курсе трансформации, что мы делаем, мы берем и трансформируем, на курс ко мне идти не надо, это только для тех, кто хочет сидеть и работать с трансформацией шаблонов, сами вы можете взять алгоритм, бесплатно, просто, во всех моих видео этот алгоритм, на канале статей эти алгоритмы 7 лет назад выложены, блин, на ютюбе много видео, как трансформировать шаблоны с практикой, выложены, записаны из 7-5 летней давности, дальше, книга, пошаговая инструкция, как трансформировать шаблоны, если бы не этот, ты точно был бы счастлив, то есть, вы можете бесплатно взять и делать это самому, ну, если вы сами не можете, то можете прийти на курсы, где мы вместе это делаем, вот, нафиг туда вообще и переться не нужно, и так людей много, я на всех, времени мне не хватает, вот, я просто к тому, что вопрос, опять, как давать себе чувства, то вы сначала должны узнать о них, принять их, понять, почему противоположные все стороны этого чувства, это то же самое, каким образом это использовать, то есть, вы должны провести этот диалог и осознать, вот, блин, как еще вам можно объяснять, причем, это я говорила в каждом видео, которое вы сериалы посмотрели, и это же, я говорю, на всех совершенно видео, вот, на каждом, у меня нету видео без ответа, просто, где ваше внимание, а я вам скажу, комментарии под видео обычно такие, сегодня у тебя немытая голова, вот это все самое главное, что вы увидели в этом видео, или ты вот не накрашена, или ты не так накрашена, или ты не так одета, или у тебя там фон не такой, то есть, все, что угодно пишут люди в комментариях, смотрят видео за видео, там, пятое, десятое, и под каждым оставляют коммент, какой-то вообще тупизны, да, не чтобы спросить какие-то важные вещи, которые вы не поняли, внимание, на какой-то херне реально у вас, блин, когда вы начнете концентрироваться на том, что действительно важно, все, это единственное, что я хотела записать, сериал, завтра последняя серия, седьмая выйдет, и все, хватит с вас, дальше подглядывать мы не будем по закрытому консультированию, дальше уж сами приходите и консультируйтесь, узнаете вживую, как это, все, пока-пока, до встречи!